Очень-очень рад. Ну что, дорогие зрители, я хочу представить, я уверен однозначно, что вы все прекрасно его знаете, это уникальный человек, президент Федерации Рестораторов Отельеров, которая практически с 96-го года существует, организация, правильно? Не практически, а с 96-го. Именно с 96-го года, сначала это была, по-моему, Московская гильдия. Это была Московская гильдия рестораторов, потом межрегиональная гильдия рестораторов, а потом к нам присоединились уже отельеры, и уже вот мы стали называться как Федерация Рестораторов Отельеров. Федерация это ассоциация-ассоциация, к нам примерно входят там разные еще различные ассоциации, которые объединяют там и рестораторов отельеров, отдельно объединяют рестораторов и отдельно отельеров. В общем, это сфера гостеприимства, по всей стране мы пытаемся лоббировать собственные интересы и защищать права предпринимателей и людей, которые работают в нашей сфере. Понятно. У меня вопрос такой. Прежде чем мы начнем говорить о сегодняшнем дне и вообще тему развития, сегодняшней ситуации в ресторанном бизнесе, я хотел спросить, а вот за год с 96-го по скажем 2019-й год какие самые лучшие года были для ресторанов в России? Был такой момент? Был, конечно. Ну вот смотри, если рассматривать полностью мой опыт работы, то первый кризис, с которым я столкнулся, это 1988 год. Это кризис, системный кризис в Советском Союзе. С этого дня уже было прям понятно, что начинают загибаться в том числе и ресторанный, ресторанная история, потому что в 1988 году разрешили делать кооперативные рестораны и скажем, они тут же отбросили полностью все вот это зарегулированную систему советского общепита. И в этом случае сразу же смогли просто выезжают на рынок, покупают хорошие продукты и запускают, и люди готовы были платить, потому что количество ресторанов было ну маленькое, и все еще помнят вот эту историю, когда для того, чтобы попасть в ресторан, если молодым сегодня рассказывать, они выпучивают глаза, да, чтобы попасть в ресторан, надо было дать швейцару на воротах, после этого договориться с метродотелем, чтобы тебя посадили, после этого, чтобы тебе отдали какие-то места, в общем, это была такая страна. Еще подсаживали, я помню, было к гостям, можно было подсаживать. Но это это было строго, то есть ты садился за четырехместный стол, к тебе подходили и говорили, там вот там еще товарищи там пришли, мы к вам подсадим, там не то, что там спрашивали, но могли спросить, там вот дядьки стоят, два дядьки или две девушки, ну давайте к нам двух девушек там посадите. Я помню официату, там заплатишь кому-то метродотелю денег, чтобы красивых девушек посадили рядом, такое тоже. И так было то же самое. Так вот я могу сказать, в 88-м начало загибаться, это все было все было понятно и в 90-м это рухнуло, в 91-м не было ничего, ты помнишь, на полках в магазинах, вот советские советские столовые и рестораны пытались значит их пытались приватизировать, это была сложная история, потому что нужно было тоже давать кучу взяток и так далее. Я уже к тому моменту был заместителем директора кафе Аист нефронзенского трест-столова, все понимал, что там как это все будет дальше развиваться и я понимал, что значит потом пошел определенный подъем. Но самое интересное, что кооперативные рестораны практически те люди, которые накопили первичный капитал, они пошли уже дальше бизнесом, другим заниматься. Из них выросли и Альфа-банк вырос там и другие еще очень первичное накопление было вот может быть даже в ресторанах и кооперативах, которые занимались продуктами. Вот, потом был рост и рост этот шел примерно с 92-го года до 97-го, до вот этого кризиса 98-го. Прямо был просто вот так вот взлетало все, потому что ничего не было. Ничего. Я помню, когда открыли, к нам стояла очередь в ресторан ностальжи на чистых прудах. Притом люди боялись брать, они не понимали, чистые пруды не освещались, было как-то очень все так странно. Значит, я пришел, посмотрел, значит, там сказал, ну давайте попробуем. Вот, значит, 98-й год. Могу сказать, что все как раз у нас два года существовало уже ассоциации, мы чего-то там разговаривали, в основном проблема была кадров. Ну, то есть, начиная еще, я поступил на службу в ресторан Будапешт, в ресторан Треста, учеником повара, я могу сказать, что с тех пор проблема с кадрами у нас никак не решена. Вот, значит, наступил кризис и из кризиса мы примерно вообще, скажем так, те, кто работал, мы, скажем, через год начали какую-то прибыль получать. То есть, весь 98-й и 9-й год практически весь мы не получали вообще ничего. Мы пытались сохранить бизнес. В это время мы смотрели на наших коллег американцев разных, даже множество было владельцев приезжали и начинали открывать там рестораны как бизнес. Они просто закрывались, считали свои убытки и уезжали. И потом приезжали, когда все заканчивалось, когда шо, они не спасали бизнес. Это мы здесь жили, это было наше детище, да, там, и многие так делали. Кто-то потом начал инвестировать. Ну, во время кризиса кто-то становится беднее, кто-то становится богаче. И, конечно, вот если посмотреть вот эту историю, примерно через 4 года был вот этот вот подъем с 2002-го, как раз, как раз вот мы тогда уже создали, мы тогда уже создали федерацию, мы понимали, и вот это ровно шло до 2008-го года, то есть 6 лет. это были вот как раз времена, когда очень большое количество ресторанов развивалось, когда уже культура появилась, уже появились уже спрос другой был немножко. Ну, 2008-й год был тоже суров, я хочу вам сказать, очень, да, и примерно, вот если так рассматривать, примерно там 2010-й, 2011-й начали бы карабкиваться, и вот этот опять рывок до 2014-го года, 2014-й год, я могу сказать, что это год такого кризиса, когда у вас не было продуктов, и в принципе мы из него не вышли как таковой, да. Значит, я скажу сейчас крамольную вещь, но, значит, вот, очень удивительно, что люди, которые инвестировали в ресторанный бизнес, иногда даже не понимали, что на ту платежеспособную часть населения у нас достаточно количества ресторанов, и те, кто открываются маленькие, хипстерские, там им казалось, что они что-то сделают, помню, что все смеялись, на восьмом бургере все, значит, обслуживание закончилось, ресторан вроде так красивый, современный, значит, а дальше ничего не получается. Вот они открывались, закрывались, открывались, закрывались, но если так посмотреть, какое количество денег просто выброшено в пустоту, потому что через год закрывается 1000, через год закрывается 800, Ну, вот такой бизнес. Потерянные деньги, очень жаль. Вот, и, значит, из этого кризиса практически мы не выкарабливались. Вот, если говорить на сегодняшний день, если сразу перейти, так сказать, вот к этой истории с этим кризисом, то это, конечно, очень сложная вообще история. По мне вообще это как бы вот, я всегда говорил, что ресторатор в современном виде, в современном мире в России должен понимать, какая температура на улице, какая стоимость барреля нефти, сколько стоит доллар на бирже. Он должен тоже это отслеживать. Это все влияет на потребительский спрос, на возможность дальше развиваться. И, конечно, у нас вот эта проблема связана с тем, что всем кажется, что вот мы так и пойдем как бы вот вперед все время развить. Мы же видели, что с 2014 года мы практически не росли. И эта проблема как раз вот, это проблема с персоналом, которая была, да, там, это проблема с контрольно-надзорной деятельностью, это проблема с налогообложением, это проблема вообще с экономикой предприятия. Потому что мы все с вами прекрасно, друзья, понимаем о том, что, значит, мы как-то так, в общем, как бы полубелые или полусерые. Бизнес сложный. Мы с 2014 года цены не подняли. И вот если посмотреть, как мы будем дальше развиваться, я могу сказать, что нас не закрыли. Форс-мажором это не признано. ЧП не объявлено. Значит, все с точки зрения предпринимательской деятельности риски продолжают висеть на нас. Значит, и в том законодательстве, которое начиная с 98-го года закручивало государство, когда получается по большому счету, если ты сейчас не выплатишь зарплату сотрудникам, вплоть до уголовного дела, если ты не выплатишь налоги, вплоть до уголовного дела, если ты не заплатишь арендатору, он тебе может сделать принудительное банкротство. Вот ты вообще останешься без всего. В общем, я хочу сказать, как говорят, знаете, куда ни кинь, везде клин. Вот. И это, конечно, очень проблематично, потому что ФРИО, как там мы, как ФРИО, там входим в различные рабочие группы, в том числе мы держим связь с Минэкономразвития, мы держим связь с Минпромторгом, мы, значит, в рабочей группе у Андрея Ремовича Белоусова. Значит, так правительство давно не работало. Это похоже, значит, на такой, на генштаб времен Великой Отечественной войны, когда там разрабатывается, когда там ночью работают, то сам принимает решение. Решение, когда сегодня предприниматели кричат о том, что, да, это решение неправильное, это все нам, это не помогает никак, я объясню, почему. Во-первых, это не домашнее хозяйство Владимира Владимировича Путина, понимаете? Он не может сказать сегодня, а сделайте вот так. Для того, чтобы сделать так, нужно внести изменения в законодательство. Для того, чтобы внести изменения в законодательство, это должно пройти три чтения в Госдуме Совет Федерации, после этого только указ. Значит, дальше там это нужно согласовать со всеми заинтересованными министерствами. И это происходит очень сложно. При этом, значит, правительство понятно смотрит. Они говорят, может быть, было бы проще бы раздать так называемые вертолетные деньги. Да, ну, все как на Западе, как нам дучат. Но мы не на Западе. Мы живем в нашей реальности, да, вот в той, в которой мы сегодня живем. Поэтому говорить о том, что, а вот давайте сделаем как в Германии, к сожалению, мы не можем, у нас так не получится. Так вот, исходя из этого, значит, получается еще история такая, что за вот эти 30 лет российское законодательство столь противоречиво, что один закон противоречит другому. Мы не понимаем, значит, еще вот этот сложный, великий, могучий русский язык, когда можно закон трактовать по-разному. И разные министерства, ведомства трактуют его по-разному. Регуляторная гильотина пробуксовывает. Мы не понимаем, как мы будем жить дальше. В общем, и вот эта вот ситуация, конечно, наисложнейшая. Она не дает возможность сегодня как-то вылезти из того, что хотя бы предприниматель должен для себя понимать. У него два пути. Развилка. Или сейчас банкротится. Ну, или там, грубо говоря, там, значит, разорвать аренду, отвезти оборудование куда-нибудь, в сарай спрятать, что-нибудь там договориться со своими людьми, значит, да, там и сидеть пережидать, когда к тебе придет налоговая инспекция или к тебе придет, тебе придется отвечать по обязательствам. Или дальше, значит, к тебе придет твой поставщик, которому ты задолжал, там, кому ты должен за оборудование и так далее. Сложно? Сложно. А если бы мы четко понимали, через сколько времени мы выходим из кризиса. Вот Владимир Владимирович выступает и говорит, ну, может быть, даже раньше, чем 30 мая. Апрель. 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 Но, судя по тому, что происходит, я не знаю, кто-то там отслеживает эту историю, это важно очень, да, смотреть, как развивается это все в других странах, да. Там в Китае, в Италии, в Соединенных Штатах. Сложно. Понимаешь, что оказывается, что, может быть, вряд ли. И если, например, еще там ресторатору, которые накопили жирок там, да, там, может быть, они и готовы будут, например, там, еще апрель как-то там, там, по мроту там заплатить, то май-то они точно не выдержат. Вот. И если вот так вот посмотреть, вот, из этой ситуации, как будет складываться. Если вот, грубо говоря, 30 апреля мы выйдем, процентов 30 закроется предприятий, да. Если в конце мая 50, а если еще июнь захватим, то может и навернуться вся система. А если будет по экспоненте заражение вот это развиваться, понимаете, а оно сегодня напугало всех, значит, тогда будут держать закрытыми, тогда навернется вся отрасль. Это будет похоже на 90-е годы, когда вот просто рухнул Советский Союз и все. К сожалению, надо к этому готовиться. Я всегда там на сегодняшний день говорю, что спасение утопающих – дело рук сових утопающих. Договаривайтесь со своими арендодателями, договаривайтесь, с кому вы должны. Договаривайтесь, говорите, что вы там чего-то там будете делать. В конечном итоге не прячьтесь, потому что иначе только это будет раздражать ваших людей. Будьте честны, будьте честны по отношению к своим контрагентам, к своим партнерам. Ну, разные вещи придумываются, в том числе и сегодня мы готовы, как в 2014 году, подписать хартию о том, что в диалоге с арендодателями давление от них мы испытывать не хотим. Когда они в 2014 году кричали «Иди отсюда, ты не можешь мне заплатить, сейчас Новиков придет». Новиков не придет. То есть большое количество людей, очень известных рестораторов подпишутся под то, что они не пойдут на место своих коллег. То есть это такой вот договор о ненападении. Потому что, понимаете, все, конечно, хорошо. С одной стороны, все бегут в... Я уже могу сказать даже о конспирологичности. Да, когда все кричат о том, что давайте уберем все предприятия с первых этажей в жилых домах. Мне кажется, что это лоббирует владельцы торговых центров. Потому что торговые центры во всем мире, вот если так говорить, они умирают. Понимаете, вот просто уже что там? Магазины уходят, банки не сидят. Уже банк у тебя в этом. Циферизация просто поменяет мир. И, конечно, мы не понимаем, самое еще страшное в этой ситуации, мы не понимаем, как он изменится, как изменится потребление. Потому что вот эти неплатежи, невозможно получить зарплаты людям, они напугают их в магазин купить батон хлеба. Они пойдут в ресторан, подумают. Если в ресторан люди не придут, вы понимаете, да, там, значит, спад вот этот будет, не будет экономики. Точно не будет уже цен, которые были. Мы вернемся назад, мы начнем опять нарабатывать, пытаться, чтобы к нам ходили люди, мы будем пытаться и затаскивать. Поэтому в этой ситуации с отсложенными еще налогами, арендными платежами, с отсложенными, да, еще осенью нас, если мы там, грубо говоря, в июне выйдем, то осенью еще нас будут ждать банкротства, продолжение этих банкротств. Вот, и если вы вспомните просто, сколько мы вылезали из, вот, первый год самый сложный, да, подавляющее большинство. Понятно, что кто-то перекупал, кто-то отдавал в аренду, кто-то менялся, кто-то кому-то был должен и так далее, но это проблема. И мы увидим, да, наверное, это почистит рынок, да, наверное, уйдут молодые хипстеры, которые неправильно выбрали концепцию, неправильно выстроили меню, неправильно выбрали место. Может, они уйдут. Может быть, уйдут старики, которые скажут, ну, я столько уже возился, это уже там пятый кризис на моем веку, уже у меня сил там выносить. Это нету, да, там, я вот, у меня что-то я скопил, я пойду на пенсию, больше ничего не хочу. Буду, пойду к Бухарову в академию преподавать там, да, не знаю, или пойду, значит, там, консультировать кого-то. Вот, и как будет все это развиваться, пока мы не знаем. Но то, что мир изменится, это сто процентов. Но он уже не будет прежде, однозначно. Да, вот. Теперь, значит, вопрос, самый сложный вопрос о том, что, как кто останется, да. Да, мы посмотрим, что, конечно, будут нанимать людей, будут требовать от них сегодня большей работы и большей производительности труда, да, и будут рассматривать, и будут, мы с вами будем смотреть, когда у нас вокруг не будет ни хостеса уже, потому что невозможно будет за это платить. Люди не будут готовы, там, в любом это метродотель должен делать, да, там, а еще и самое сложное, так сказать, что еще могут отказаться и от сомелье, это вот одна из таких проблем, потому что... Ну, вот я хотел поднять этот вопрос. Я напомню нашим зрителям, подписчикам, что Игорь Олегович Бухаров, это был первый человек, который вообще по поводу профессии сомелье, можно сказать, огромное спасибо именно ему, потому что была первая школа, где был Алексей Сидоров, нынешний президент Российской Ассоциации сомелье, преподавал. И я закончил эту школу, могу с гордостью сказать, мне было очень приятно там учиться. Я понимаю прекрасно, что профессия сомелье, то, что было раньше, уже не будет, к сожалению, я могу позволить себе сказать, что много было проходимцев в этой профессии достаточно долгое время, вот, сейчас ситуация поменяется, поменяется, и мы, конечно же, будем видеть то, что люди будут совмещать, как ты говоришь, абсолютно правильно, будут совмещать должности, там, барменеджер сомелье, это уже было, а теперь уже будет метродотель или же менеджер сомелье, там, и так далее. То есть, у людей, которые совмещают, будут еще компетенции, он будет и, может быть, барменом и сомелье одновременно, да, там, например, он может быть и метродотелем сомелье, он может быть старшим официантом сомелье, в том числе, там, будет работать. Это нормально, если мы с тобой поедем там во Францию, мы тоже с тобой сильно там как-то вот сомелье таких вот только, ну, не увидим, да, ты же помнишь, да, вот это вот Тим Хани, который в Штатах сделал вот эту историю, когда он говорит, послушайте, ну, вам не надо большую винную карту, значит, подавляющее большинство там ваших гостей, оно в этом не понимает, и как бы вы ни старались, вы им это не подводите. Сделайте там маленькую, маленькую, значит, винную карту, сортовую, как бы, да, выберите хорошие вина, и каждого официанта обучить, он будет это рекомендовать, и все нормально. Кстати, между прочим, если посмотреть, ты же понимаешь, да, вот кофемания сама по себе, в общем, очень крупнейшая сеть, да, и ты заметишь, что они вот идут вот таким путем, у них не очень большая винная карта, они отобрали, и все это прекрасно себя чувствует. Так, прошло, прошли те времена, понимаешь, прошли те времена вот этих великих вин, когда люди готовы были платить по 10-15 тысяч евро там за бутылку для того, чтобы понтануться, ушли все эти деньги, все, этого не будет. Русские выпили последние подвалы Бордо 90-х годов прошлого века, понимаешь, там, все это закончилось. Разве не китайцы? Не китайцы разве? Нет, нет, ну, как и мы, и китайцы, да, там, все понятно, но ты вспомни, в 2008-м из Китая назад возвращались танкеры с этим вином во Францию, понимаешь, там, мы что-то там подкупали. Это вопрос сегодня такой сложный. Мы как раз сегодня, сегодня нужно двигать российское вино, понимаешь, сегодня никто не готов при стоимости, если вчера доллар стоил 30, ты помнишь, да, потом он стоил 60, сегодня он уже стоит 80, никто не будет готов покупать эти вина. Поэтому я думаю, что, скорее всего, что нужно продвигать российский. Но сейчас мы с тобой увидим, что опять на первый этап выйдут бармены, которые будут смешивать напитки там в легкую там, и, значит, если людям нужно будет, они там что-то там, может быть, там, водки выпьют там или смешанные какие-то напитки на основе водки. Ну, в общем, короче, мы это через это проходили. Дальше только все будет от честности зависеть того же Семеле, который, который вот не впаривает, как мы, помнишь, с тобой разговаривали, а который честно говорит, вам что нравится? Вот смотрите, вот есть она такая, есть такая, есть такая. Вот это вот так отличается. Когда честно, тогда вопросов нету. Понимаешь, а пытаться вот это вот, опять вернуться к той ситуации, когда у него есть зарплата, у него есть процент от того, что он продал, там, все это понятно. Вот это уже, к сожалению, не будет, может быть, к счастью. И надо честно относиться к своим гостям, которым ты будешь предлагать это вино. А так, вино российское, я думаю, что надо продвигать, и мы вовремя... Ну, мы сейчас дойдем до российского вина. У меня вопрос такой. Тут на профессиональной среде, понятно, что на сегодняшний день ситуация у ребят сложная. Многие были приезжие в Москве, работали в ресторанах в качестве тела сомелье, снимали квартиру, сейчас думают, если это продлится, то им, соответственно, лучше уехать домой к себе. И тут возникает некий такой вот, скажем, вопрос. А понятно, что рестораны не смогут содержать сомелье. И речь идет о том, что все равно винные карты в большинстве своем, вот когда делаем, просматриваем все винные карты, они выкуплены виноторговыми компаниями, насколько мы с тобой это прекрасно понимаем и знаем. И в рамках, с учетом того, что не идет речь о том, чтобы человек ездил бы, собирал бы, привозил бы со всех компаний, все, что ему нравится, с разных компаний. Есть проданные винные карты, им надо быть честным. Теперь вопрос такой возникает. А не проще было бы тогда виноторговой компанией, раз уж она выкупила практически 100% винные карты, не проще было бы платить этому сомелье самому зарплату, как виноторговая компания, своему представителю в этом ресторане. Конечно, и так может быть, конечно, и так может быть, это естественно, это, ну, как бы это, знаешь, так это кооперация, скажем так, да? Значит, ты понимаешь, почему некоторые рестораторы сдавались виноторговым компаниям. Я объясню, потому что в момент, когда уже получалось, что мы барахтались с 14, ну, там, с 2008 года, мы, в принципе, барахтались по большому счету. И очень сложно было вот смысла там собирать какую-то винную карту, вот эту вот отчетность, эгоизм, все это такой геморрой, который не давал возможности там собирать погреб, понимаешь, там, не давал возможности там, например, там дополнительного какого-то дохода, там, договариваться с каким-нибудь твоим гостем, который говорит, я готов там, например, хранить в твоем ресторане вот такое-то количество в твоем винном погребе вина. То есть это вообще уголовное преступление, если там без акцизных марок. То есть нас загнали в этом случае, вот, ну, уже совсем уже прям ниже плинтуса. Конечно, в этом, ты понимаешь, когда я даже, даже я был противником всегда этого, понимаешь, да, там, мы составляли прекрасные винные карты, замечательно был интерес, мы раскачивали эту историю, да, там, когда я просто там начинающим рестораторам говорил, смотрите, с винной картой, если вы хотите, договаритесь с какой-то компанией, они дадут вам все, уберите там менеджера, договоритесь с ними там на год точно, значит, работы с ними, а лучше на два договоритесь, да, там, пускай они дадут вам максимальные скидки, уберут менеджера своего вот этого, значит, вы получите хорошее вино, и они дадут вам холодильник, все, и забудьте про это. То, что ты говоришь сегодня, вот, там, дать, это, как помнишь, виноторговые компании в супермаркетах ставили своих мерчендайзеров, которые тоже самое продавали в этих супермаркетах, в этих рядах винных, продавали алкоголь, даже гегустации были, помнишь, да, там, сегодня это просто фактически сделать нельзя, было зажато это уже до такой степени, что просто, ну, уже невозможно. Почему мы и говорим, что нам нужна новая экономическая политика, не политика та, которая, значит, это, там, 1921 года, просто это как лозунг, нам нужна новая экономическая политика, нам нужны новые правила работы, иначе мы не выплывем из этой ситуации. Значит, понятно, что вот так вот случилось, но тогда в этом случае можно и так договориться, просто будет ли сегодня востребовано то вино, которое есть. Ну, вот, ну, хорошо, вот есть крупнейшие компании-импортеры западного винота. То есть, представляешь, сегодня, да, у них это все в евро, которые уже стоят других денег, и люди сегодня, которые вообще там, они зажмут эти деньги в себе, они скажут, знаете, вот, наверное, мы согласимся джинс-тоником попить. И все, понимаешь, и ты ничего не сделаешь. И нужно переубедить людей о том, чтобы они, это же все-таки такое, знаешь, как тебе сказать, это такие траты, это время припражнений. Рестораны – это время припражнений. Поесть можно дома. Что можно сделать еще из этого, если, значит, в этой ситуации двигаться дальше? Ну, наверное, можно договариваться с нашими винодельческими компаниями. Но ты понимаешь, сколько мы говорили о том, что, вот, напомни мне, значит, в Семигории, кто объединился три компании? Этот, Секоры, Шумринка и Гунько. Понимаешь, а я, значит, этому, как его, Олегу, который в Краснодарском крае отвечает за алкогольные лицензии, я ему тогда говорил, почему вы не можете... Толмачев, да. Я говорил, Олег, ну почему вы не можете сделать, например, централизованный склад, ваш, государственный, вы не соберете всех рестораторов, сделайте свой, сделайте ГБУ, поставьте ваш склад, значит, в этом, значит, в Краснодаре или где-то там, в том месте, куда можно довезти нормально от всех там, чтобы плечо было небольшое. И потом вы формируете и склад в Москве. И, поверьте мне, вы тогда продвинете свои вины намного быстрее, потому что каждый сегодня что сделал? Каждый сдался сегодня какой-то виноторговой компании, которую поставляют в рестораны Москвы. И помнишь, я когда пытался делать русскую винную карту, мне пришлось заключить договора с восьми компаниями. Но никто тебе бутылку одну не повезет. Да, абсолютно. Сегодня дать тебе ее на реализацию, тебе сегодня дать ее на реализацию, как это было раньше, невозможно. У нас была винная карта в ресторане «Репортер» и в ресторане «Ностальжи». Это было на бульваре, была одна и та же. Человек говорит, значит, я хочу этого вина. Ага, подождите секундочку, звонят в этот, быстро садятся в такси, понимаешь, все стоило, там привезли эту бутылку вина, продали в ресторане «Репортер». Или из ресторана «Репортер» отвезли в «Ностальжи». То есть там 15 минут по бульвару и все нормально. Сегодня так нельзя, к сожалению. Вот, и поэтому сегодня придется уходить вот в эти, в решениях таких вот, скажем так, логичных, экономичных винных карт, которые дадут возможность заработать ресторатору. Теперь вопрос у меня как раз вот возникает с этим моментом. Скажи, пожалуйста, ну наценки уже, ну сколько можно в большинстве ресторанов, 300, 400, 500 процентов наценки? Да, я тут вот сейчас на улицу вылезу чуть-чуть так, чтобы посветлее было, а то я так прям как в темноте. Это одна из проблем, которые мы с тобой обсуждали тоже давно, потому что, значит, получается странная ситуация, когда ты разговариваешь с ресторатором и говоришь ему, ну послушай, ты чего, ты разбивал сад, ты сажал лозу, ты покупал, значит, пестициды с кибрицидами, ты обрабатывал ее, такое ощущение, ты чего такую делаешь? Тебе винноторговая компания поставила холодильник. Почему такая наценка? Объясни мне. Вот просто, надо же просто понять. Ну хорошо, человек может выпить. Я просто помню посещение первое Бордо, это примерно, 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 примерно 90, наверное, 94, 95 год. И мы в автомобильном клубе в городе, Бернар Магре нас принимает, принимает нас, значит, президент этого клуба, значит, обед к салату белое вино, к горячей закуске, значит, белое вино, к горячему красное вино, потом, значит, десерт, потом дежистика. Понимаешь, где ты сегодня увидишь, где возможность тебе сегодня, например, получить вот такое, вот такое сегодня в России разнообразие. То есть, это человеку должно быть большое количество денег. Понимаешь, я просто помню, что он, там, мы не допили, он отставил в сторону. Не было никаких вообще проблем. Ты понимаешь, ты вспомни, количество лет там, сколько мы ездили по приглашению наших французских, итальянских, испанских производителей вина. Все с Эмилии ездили, помнишь, да? Да вы выплевываете, вам нельзя. Что, вплевывать? Да вы с ума сошли, такое вино выплевывать. Ну и потом купание в фонтане. Потом все выросли, конечно, я прекрасно понимаю, что все прекрасно себя чувствовали, смогли посмотреть, научиться всему, да? Действительно научились, в общем, как бы, что это серьезная работа, дегустация вина там. Вот, поэтому, конечно, такие наценки, это вообще глупость несусветная. Ну и плюс, конечно, я могу сказать, что сегодня Федеральная налоговая служба будет пристально смотреть о том, что если, например, у вас УСН просто на еду, а вторая еще ООО у вас на ВИН. Они будут это все, все это будут склеивать и будут, значит, к этому относиться достаточно серьезно. Это будет, в общем, большая серьезная проблема. Надо понимать нашим коллегам, что за государство сейчас денег не будет, а если еще нефть будет, то те, кто еще продолжат заниматься бизнесом, то там встанет вопрос, и уже за вами будет очень внимательно смотреть Федеральная налоговая служба. А сегодня ответственность, вы понимаете, ответственность у акционера, вы можете лишиться всего. Это раньше вы отвечали 10 тысячами рублями, и на этом все заканчивалось. А сегодня вы ответите квартирой и переписанными за три года имуществом вашим родственникам там и знакомым каким-то. Поэтому очень сложный бизнес, очень сложно его будет вести. Надо это четко понимать. Ассоциативная замена персонала, специалисты, которым за 35 уже не могут найти работу, их заменяют азиаты. Может ли пересмотр специалистов быть в ресторанах? Смотрите, коллеги, значит, это одна из самых больших проблем. Я постою на воздухе, на свежем. Значит, это одна из самых больших проблем на сегодняшний день, которые есть в ресторанном бизнесе. Понятно, что в любом случае это экономика и минимизация. Потому что, если посмотреть, приезжают люди, приезжают люди работать совершенно за другие деньги. Им не нужно, значит, платить за квартиру, например, как, там, скажем, россиянину из какого-то города, там, близлежащего там или из другого миллионника. Понимаете, и в этом случае получается, что это экономически выгодно. Если посмотреть на наших коллег в Соединенных Штатах, то я могу вам сказать, что там очень интересная история. Когда я разговаривал с вице-президентом Национальной ресторанной ассоциации, я у него спросил, какой язык он еще знает. Он сказал испанский. Если хочешь работать в ресторанном бизнесе в Соединенных Штатах, ты должен знать испанский. Не то, что там, значит, наши бывшие с вами и нынешние соотечественники, например, из Узбекистана и Кыргызстана, например, да, там, которые разговаривают плохо на русском языке, это там сам, сам владелец бизнеса учит испанский для того, чтобы работать со своими сотрудниками. Там полностью работает, полностью, поверьте мне, если не брать совсем маленькие городки, значит, там полностью работает вся испаноязычная история, начиная с Мексики, заканчивая туда, значит, еще центральный и севером Южной Америки. Вот это там Венесуэла, Боливия, все вот это вот. Поэтому говорить о том, что как сегодня будет, принудительно, поверьте мне, принудительно не получается. Значит, весь вопрос будет заключаться в том, что готовы ли вы работать там за троих и получать зарплату как за одного на сегодняшний день. Ну, если жизнь, значит, заставит вас, значит, вы будете это делать не заставит, значит, ну, будете как-то там сидеть на заваленке, ругаться там, что вас не берут на работу, потому что ваши места заняли гастарбайтеры. Но я бы так не называл их. Сегодня у нас единое экономическое пространство, поверьте мне, это все все наши не бывшие, а сегодняшние соотечественники. У нас договора с этими странами, со всеми, у нас единое таможенное пространство, поэтому сегодня происходит такой экономический союз. Игорь, в рамках вот того, что сегодня происходит, как ты считаешь, будучи ты в правительстве, какие меры нужно принять вот для этой сферы? Во всяком случае, понятно, что для всех сфер нужно принимать правильные решения. Понятно, понятно, Артур. Да, я понимаю, значит, смотрите, я вхожу в рабочую группу у Андрея Ромича Белоусова, это первый вице-премьер, который возглавляет, значит, вот эта комиссия по малому-среднему предпринимательству. Ну, мы сегодня говорим о том, что, конечно, ну, скажем, помогать только малым и средним сложно. Да, там есть еще системы образующие, вот, а некоторые туда не попадают. Ну, из-за нашего законодательства и налогообложения, в общем, из-за того, что мы дробились, в общем, получается, что половину того, что происходит, скажем, это не видят налоговые органы, а как раз налоговые не видят, значит, вам помогать никто не будет. Значит, мы за то, чтобы, конечно, напрямую, напрямую, значит, минуя предпринимательство, да, там, и биржа труда, платилось бы сотруднику в ресторане, чтобы он сохранил свое рабочее место в возможности, может быть, потом как-то попробовать вместе со своим работодателем возродить то место, на котором он работал. Вот. Должны быть, конечно, я думаю, что будут субсидии, и я думаю, что все равно какие-то налоги спишут, потому что физически невозможно. Конечно, сейчас государство пытается забрать и НДС, и НДФЛ, потому что оно боится, что у него денег нет. Не забывайте, друзья мои, у нас выпадающие доходы от нефти. Нефть-то рухнула. Вот знаете, когда все сошлось в одной точке, и все вот из-за этого все навернулось. Понимаете, если бы сегодня нефть была 100, поверьте мне, сегодня просто раздали бы денег, и все было бы прекрасно. Вот. А так как нефть еще легла, тут вот проблема. А государству нужно выполнять свои социальные функции, потому что мы должны заплатить пенсию людям, которые отработали. Вот. И это проблематично. Но я могу вам что сказать, честно могу сказать. Да, там правительство работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, выходных нету, быстро что-то там принимается. Но самая важная история, еще раз хочу сказать, что сегодня, то есть оно, конечно, немного опаздывает. Примерно две недели, вот так они никак не могут наладить, примерно две недели. Думаю, через какой-то момент это все, конечно, наладится, все это придет в систему, потому что это напоминает мне 41-й год, понимаете. Как-то вот эта растерянность, потом начали работать, но вот, к сожалению, через три месяца, если вы помните, в 41-м году немцы уже были под Москвой. Вот. Вот в чем проблема. Поэтому я считаю, что уже сейчас нужно задумываться о том, какие будут правила игры, когда это все закончится. Потому что это будет новая реальность. А как ты думаешь, когда это закончится? Примерно? Ну, если смотри, вот. Ну, я думаю, что, ну, если так все брать, то, вот, если все брать, чтобы убить всех, весь коронавирус, который, который на это, значит, которым пугают народ, потому что у меня есть свои мысли по этому поводу, количество, если бы сейчас рядом показывал количество людей, которые умирают от туберкулеза, то, поверьте, вас тогда бы коронавирус не пугался. Вот. А от туберкулеза точно можно умереть. От него сложно вылечиться. Вот. А и корь страшнее еще, когда ты во взрослом, находишься взрослым. Для взрослого кори сложная. Вот. Поэтому я думаю, что это вот такой оптимистичный вариант. Это 1 июня. Пессимистичный для меня это 1 июня. Угу. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот до момента того, как вот произошла вот эта вот история с коронавирусом, правильно ли шло направление ресторанного бизнеса вот до момента наступления карантина? Правильно ли происходили вот процессы, там, ты говорил, гильотина, там и так далее. Вот. Что-то менялось в лучшую сторону? Ну, я не могу сказать. Ну, конечно, мы имели с вами, друзья, мы имели и имеем, я так думаю, ну, правда, будет ли сегодня работать эта история, будет ли работать эта история, связанная с 50 лучшими ресторанами в мире, 100 ресторанами в мире, выживут ли эти рестораны, или они навернутся. Значит, конечно, мы достигали определенных успехов. Мы чего-то наработали. Но я могу сказать, что это вот очень резорно. Дело в том, что я просто прекрасно помню, 98-й год начало, да, когда уже люди, то есть мы так раскачивали ситуацию, когда люди уже ходили в ресторан, как на праздник. Понимаешь, уже там женщины в длинных платьях, вечерних, и потом ровно, значит, август 98-го, и мы наблюдаем. Пришли люди, вспомнили, что они жили всю жизнь в коммуналках, и они пришли в джинсах с бланчем под глазом, потому что разборки, кто кому должен, понимаешь, там выясняли, надо же у кого-то все отнять, свои долги там. Вот. И просто после этого наступил момент, когда все уже как-то в костюмах перестали. И пиджаки с гардероба, и галстуки исчезли, потому что, если помнишь, времена, когда приходили люди, мы как во Франции говорили, пожалуйста, оденьте пиджак и галстук. А он говорит, у меня нет, мы вам дадим и пиджак, и галстук. Все закончилось, к сожалению. Надо понимать. И сейчас мир изменится. Но мы видели, что единственное, что еще был очень, конечно, такой оптимистичный момент, что, наконец, люди поняли, что вопрос не в дизайне ресторана, а в том, что у тебя в тарелке, и в том, что у тебя налито в бокале. То есть мы понимали, что эта, в общем, ситуация дает возможность сегодня... Дает возможность сегодня... Слушай, здесь вопрос девушка задает. Игорь, если бы вы сменили прическу, вы стали бы совершенно красивым мужчиной. Зачем вам этот кавардак на голове? Ну, послушайте, ну, это... Да, спасибо, да. Мне жена все время говорит, мне не нравится твоя прическа. А мне нравится, я так вот, знаешь, там... Я просто сейчас... Я сейчас сделаю по-другому немножко. Сейчас я... У меня тут есть... Сейчас, секунду. Давай, пока ты там делаешь прическу, я тебе задам еще один вопрос. Будет ли ее или представители выстраивать работу в качестве омбудсмена по защите, помощи предпринимателям, занимающимся ресторанным бизнесом? Конечно, ну, мы это делаем, работаем просто... Многие этого не знают, как бы, понимаешь, там, они не интересуются, они... В чем проблема любого ресторатора? Он сам в себе, понимаешь? Он зашел, и дальше у него наступает момент, связанный с чем там. То у него канализацию прорвало, то у него бабушка мощница не вышла, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, куча вот таких вопросов, которые, в общем, достаточно отнимают много времени. И кругозор. А нужно выходить, надо читать, надо смотреть, надо общаться со своими коллегами рядом, которые на соседней улице, надо общаться с коллегами, которые в других городах, и так далее. Уважаемые спикеры, скажите свое мнение, как изменится ресторанный бизнес и вообще формат отдыха? Ведь сейчас в мире своеобразная перезагрузка, многие ушли в цифровой формат. Кстати, по-моему, мы видим, что касается доставки. Я могу сказать, да? Я могу сказать, что повыпивать со своими знакомыми по скайпу можно, но поесть сложно, приготовить можно что-то. Но я думаю, что это не уйдет никак. В любом случае, людям будет интересно, людям будет интересно, конечно, все-таки ходить в рестораны. А дальше посмотрим, как будет развиваться. Мир поменяется. Пока никто не знает, как он поменяется. Да. Ну, я думаю, что еще будет. Для информации, вот для информации просто 32% на вчерашний день в Ментоне, это на Код-Азюр, на южный городок на юге Франции, 32% ресторанов и отелей уже обанкротились. Готовы ли будут рестораторы дорого покупать специалистов? Или будет спад в этом вопросе? Нет, будет спад. Мы вернемся. Ну, мы сегодня из опыта своего, который есть, мы не вернемся, конечно, мы не вернемся, конечно, к шашлычному. Но увидим с вами простые, 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 совсем семейные, маленькие ресторанчики, в которых... Вот как раз, как раз есть вопрос такой, не приведет ли эта ситуация к росту семейных ресторанчиков, баров, на культуре, в Пани Греции? Приведет, потому что часть, часть, часть сегодня работников, которые сегодня, например, работали в каком-то ресторане, вернутся в свой город и зная, уже имея большой опыт, например, смогут открыть с женой какой-нибудь маленький ресторан. Такое тоже может быть. Многоуважаемые коллеги, рестораторы, ведь владелец хочет не осуществлять деньги, а их обеспечить продажей меню и винной карты. И данные представители СССР ввиду национального готовят. Ну, какой-то странно сформулированный вопрос. Так, вот у моего отца офигенная прическа, пишет. Ну, в регионах-то по-другому у вас обоих шикарные прически. Да, у меня особенно. Да, мы... Я ничего сейчас в лепочки смотрю. Ребята, уже, конечно, совсем поздно. Я понимаю, что я с улицы вещаю, но ничего. Тут вот дождь уже со снегом пошел, так что вы не забывайте, что еще ранее весна. Как вы видите молодого предпринимателя в сфере ресторанного бизнеса? Какое направление будет тенденцией после вируса? Ну, я объяснил, да. Все, начнем с простоты. Вы не сможете сразу стать Аркадием Новиковым. Вы не сможете стать Аркадием Новиковым. Начинайте с маленьких каких-то вещей, накапливайте опыт, растите. Значит, если вы готовы потратить деньги, съездите за границу, поучитесь. Значит, сейчас, я думаю, опять школы начнут открываться. Ты помни, что школу Сомелье мы открыли в 99-м после кризиса, когда высвободилось время. А, Игорь Олегович, чем вы занимаетесь в этот период? Я еще здесь. Обучение кино, вино и йога. Ну, я же, я же декан факультета гостеприимства Российской Академии Народного Хозяйства государственных служб. И мы перешли вещать в онлайн. Сейчас мы, значит, я в правительстве, там, послушайте, у меня, это сегодня уже шестая конференция, вот, которую я с вами веду. Я работаю. Понимаешь? Игорь, у нас сейчас прервется эфир, мы можем возобновить его. Ты не опаздываешь, никуда не торопишься. Да, уже все, мне надо уже бежать, к сожалению, друзья мои. Слушай, ну, тогда тебе огромное спасибо. Я с удовольствием. Я думаю, что мы еще подготовим кучу вопросов и обязательно выйдем с тобой в эфир. Поэтому огромное тебе спасибо. Спасибо всем, кто нас слышал. И мы все-таки не отметили лучший вопрос. Вот. Как ты думаешь, кому книгу отправить? Ну, сам посмотри там. Я думаю, ты человек у нас опытный. Ну, наверное, не человеку, который по поводу прически. Да, давайте, да, прически. Я хочу сказать, что я желаю всем, я желаю всем, друзья, здоровья. Я желаю всем успехов. Помните о том, что скоро 9 мая мы выкарабкивались из больших передряг в нашу страну, мы выдержим это, а опыт мой, значит, этих кризисов, которые прошел я, они всегда заканчиваются. И с другой стороны, это и есть возможность для разных людей. Просто нужно сконцентрироваться и подумать, что будет интересно сейчас людям. Понятно. Слушай, здесь, конечно, очень много вопросов, интересных. Я думаю, что мы еще раз делаем. Давай мы сделаем. Я готов еще эфир с вами провести, если вам интересно. Это интересно. У людей огромное количество вопросов. Мы их, соответственно, запишем и попросим, чтобы еще задали, чтобы ты уже смог бы отвечать на эти вопросы. Спасибо тебе огромное. Как всегда, большой молодец. На связи. Береги себя. Хорошо? Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо.